Здравствуйте! На канале КХЛ Новости в студии Дмитрий Нестеров. Игры с участием подмосковного Витязя редко обходятся без потасовок. Накануне чеховским бойцам дал отпор галкипер-магнитке Георгий Гелашвили. Какой встрече магнитогорского метаурга с подмосковным Витязем уж точно не получилось, так это скучный. Каждая из команд делала то, что умеет лучше. Магнитка забрасывала шайбы, а чеховцы затевали драки. Уже на третьей минуте Кип Брэннон применил силовой прием против Гелашвили. Вступившийся за своего вратаря Денис Клестов, первым из магнитогорцев ощутил на себе мощь ударов Тангая Витязя. На реализацию большинства у хозяев ушло около 30 секунд. Мазякин выложил шайбу точно на клюшку Беззачёва. Следующие 20 минут встречи стали бенефисом вратарей обеих команд. Гелашвили и Далтон неоднократно выручали своих партнеров. Последний в начале второго периода оказался сильнее в дуэли с Антоном Бутом, не позволив тому реализовать буллит. Но удвоить преимущество хозяева все-таки смогли. Вновь Мазякин отдал голевую передачу. На этот раз на Кигородово. Подопечные Андрея Назарова вполне могли повторить камбэк в двухдневной давности, если бы не Далашвили. Возможно, уже в середине второй 20-ти минутки голкипер Магнитки почувствовал на себе недобрые взгляды чеховских бойцов. Пока Георгий спасал, бросаясь на каждую шайбу и теряя элементы экипировки, его одноклупники забросили третью шайбу. Видимо, поняв, что в игре голкиберхозяев не пробить, пара Брэннон-Яблонский принялась откровенно грубить. Сначала Далашвили получила Джереми клюшкой по ноге, а на последних минутах в ход пошли кулаки. В итоге массовая драка, из-за которой мало кто вспомнил, что Магнитка в тот день выиграла 4-0. Магнитка в тот день выиграла 4-0. Ихантамансийский. Спартак добыл важные три очка в гостях, а Авангард, несмотря на, казалось бы, солидное преимущество, сумел дожать соперника лишь в третьей 20-ти минутке. Авангард открыл счет, даже несмотря на то, что уже на третьей минуте встречи против Северсталя остался в меньшинстве за дисциплинарный проступок Первушина. Результативный бросок нанес Роман Червенко. На старте второго периода Омск усилиями Платонова показал противнику, как надо играть в большинстве, реализовал лишнего и повел в две шайбы. Но еще до второго перерыва Северсталь смогла отыграться. Свои фамилии в протокол вписали Шипачев и Шитиков. В заключительной 20-ти минутке все пришлось начинать с нуля. Больше сил сохранили хутисты Авангарда. Их было не остановить. Три безответные шайбы в исполнении Нестерова, Аверина и Калюжного принесли амичам победу. 5-2. Северсталь не может быть в Омске уже 6 лет. Спартак добился важной выездной победы в Хантамансийске. По ходу встречи с Югрой подопечным Виктора Пачкалина пришлось отыгрываться. Москвичей неосмотрительно оставили на своей синей линии Николая Бардина. А партнеры его прекрасно видели. Отыгрался Спартак спустя 5 минут усилиями Штефана Ружечки. Как ему это удалось, едва не проспал режиссер трансляции. Но на повторе все четко видно. А поставил точку в матче Олег Пиганович. 2-1 Спартак. Пока регулярный чемпионат КХЛ набирает обороты, команды продолжают усиливаться. Нефтехимик подписал контракт с 35-летним нападающим Александром Королюком, который в прошлом сезоне защищал цвета локомотива и набрал 52 очка. Нижнекамскому клубу экс-форвард сборной России достался в качестве свободного агента. Финансовые условия и срок действия соглашения пока не разглашаются. Нападающий Алексей Яшин близок к подписанию контракта с ЦСКА. Официально об этом может быть объявлено уже в самое ближайшее время. Накануне 37-летний хоккеист побывал в офисе клуба, затем прошел медобследование. По его итогам все формальности будут окончательно улажены. Напомню, прошлый сезон Яшин провел в составе питерских армейцев и в 52 матчах забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач. В четырех играх плей-офф на его счету 5 очков. Сегодня в КХЛ 4 именинника, двое из которых игроки Бориса. Голкиперу казахстанской команды Виталию Еремееву стукнуло 36. Воспитанник Усть-Каменогорской хоккейной школы является двукратным чемпионом России и обладателем золотого шлема 2000-го и 2005-го годов. Чемпион последних зимних азиатских игр. Нападающему Бориса Лукашу Кашпору сегодня 26. Воспитанник чешского клуба «Литвинов» в 2010 году стал бронзовым призером мирового чемпионата в составе национальной команды своей страны. 24 года исполнилось нападающему подмосковного Атланта Игорю Мусатову. Воспитанник старичной спартаковской школы в 2007 году выиграл серебряные медали юниорского первенства мира. И поздравляем с 19-летием защитника екатеринбургского автомобилиста Стефана Степанова. В минувшем сезоне, выступая за команду МХЛ «Красная армия», он стал обладателем Кубка Харламова. Всем именинникам сегодня предстоит выйти на лед. Пожелаем им успеха. В единственном матче группы А молодежной хоккейной лиги уфимский толпар со счетом 4-1 переграл белых тигров из Оренбурга. В группе Б МХЛ состоялись 6 матчей. Только в одном из них победу одержали гости. Чиабинские стальные львы не испытали особых проблем в Саратове. Удачно дебютировала в молодежной лиге Литовская Балтика, обыгравшая подмосковный Зеленоград на родном льду в Вильнюсе. Домашних побед добились Пермский Октан, Нефтекамский Батыр, Подмосковный Клин и Пензенский Дизелист. В высшей лиге состоялись 3 матча, и во всех успех сопутствовал хозяевам. Альметьевский Нефтяник переграл Титан из Клина, Волжская Ариада Акпарс одолела хоккейный клуб Саров, и первые 3 очка в чемпионате набрала Ижевская Ишсталь, огорчившая гостей из Санкт-Петербурга. И в завершении о предстоящих событиях. В календаре КХЛ сегодня 5 матчей. На нашем канале запланированы 2 прямые трансляции из Хабаровска и Мытищ в 11.25 и 19.20 соответственно. А в 21.45 вы сможете увидеть премьерный показ матча между армейцами Москвы и словацким Левом. На этом наш выпуск завершен. Хорошего настроения и удачного дня. До свидания.